привет друзья сегодня 5 августа 21 год значит вчера третий день за три дня мы обкачались все метку не сказал бы что там как былые годы ну каждая семейка что-то да принесла где-то больше где-то меньше нормально в общем поэтому воду как засуха дождя до сих пор нет у нас я честно верно по записям посмотреть когда же последний дождь был все высохло все сохнет дождя нет ни капли сегодня такая переменная облачность дождя вроде не передают значит рамки вот во вторые корпуса поставил на об сушку я закрытым методом всегда сушу за одной которая плохие на выбраковку пойдут рамки которые хорошие на хранение заодно сохраню от восковой моли на некоторых корпусах вот не 10 рамовики стояли рутовские корпуса там матка по заходила кое-где побросала яиц поэтому я собрал весь расплод закрыт открыт который был и вот в этот корпус весовой улик очень наверх поставил как ни странно но хоть и стоит засуха но и былые годы когда дожди были в это время у меня уже был страшный напад ну вот буквально вчера мы последний мед забирали ну как последний там еще мне кое-где там пару магазинок осталось где-то не запечатаны и жидкий был очень напрыск тоже пособирал их поставил пока думаю как бы какой никакой взяточек то идет он 200-300 грамм в день вот рисовой показывает а когда и 400 было вот вот такие дела в общем еще придется одну тому пкачку сделаю уже крайне кто-то и все и значит когда смотрел семьи все пересматривал в тех семьях где больше было пяти рамок расплода закрытого я закрытый расплод отбирал и отводки которым необходимо было поселение по рамочке закрытого расплода дал ночи уже прохладно и поэтому как раньше этих отводка смотрю думаю что такое матки не сеет а пчела вся расползлась по улику жарко и матка там пятачками хоть и молодые но сейчас вроде они уже к осени гнездо формируют все уже сидят на рамках плотненько в общем дело идет к осени уже конкретной еще отводки мне надо пересмотреть разок и на этом все будет в общем закончено будем закармливать семейки две семьи я оставил вот лежак тут значит наполовину разделен на меня но матка поздняя здесь пропала ну не облетелась в общем пришлось все соединить две семейки поэтому тут почти он забит весь рамками 20 рамок наверно есть и в нем этот лежак специально я оставил не сокращал там ничего вот много там медовых рамок такие которые там чуть-чуть залиты вот закормлю этот лежак чисто сиропом себе они оставят несколько рамочек и остальные рамки как всегда при сборке гнезд на зиму не хватает вот этих вот медовых рамок где-то слабенькая семейка она уже грубо ряд даже если кормить отводок этот не пополнить себе запасы поэтому буду отбирать уже полно полномерные рамки и уже восемь туда подальше уже буду комплектовать семьи вот два улика оставил таких полных рамками буду закормить лишние рамки пойдут меня на зиму слабышам никогда так не делал обычно как бы хватало но прошлый год показал что не хватило чуть-чуть как всегда там и ток этих рамок полномерных бы и было замечательно их как раз вот и не хватает а кормить уже как всегда в это время когда комплектуешь уже все подготовили семьи в зиму уже как говорится поздно поэтому в этом году так сделаю вот дальше странно вот на воду смотрю вот поилки 2 стоят там с водой нет силы вот какая засуха не была в этом году но пчела там единичная поилка сидела что они там несли их откуда ничего брали вот как бы такая сушь стояла а воды им как бы не требовалось то есть то что они приносили нектар при наверно то ему хватало в былые годы эти поилки круглый год были он стояли и пчелы на них было полно в общем все друзья раздолбались с медом а шо раздолбались да уже почти весь и продали как бы цена какая у нас значит цена акация полторы тысячи банка подсолнух 1000 банка трехлитровая смысле и ну там другие сортовые меда не знаю почем там и разнотравье идет от 1200 до ну там в зависимости от не знаю там кто как поддают 1200 до 1400 за банку вот такие цены у нас в общем на данный момент мне нравится северо-запад он смотрел по интернету там ребята все как бы объединили цену стабилизировали 900 рублей литр все 900 рублей литр разнотравье поэтому как бы там все это по папу по как-то не посплоченнее все это дело на у нас с подсолнухом там подсолнуха то нет понятно что мизер разнотравья у нас сейчас подсолнухом это все заполонят да еще прошлогодний смотрю там греты продают там не знаю под разнотравье или под акацию там шум там не знаю но вот такие в общем дела цена копеечная оптовая конечно ничего но в этом году не сдвинулась никуда поэтому авторики не знаю куда-нибудь за копейки сдавать этот подсолнух смысла нет вообще за копейки так вот такие друзья все колючка у нас доцветает как что цветет нормально где там пчелы берут не знаю по колючке походил посмотрел пчелы нет что-то они другой оттянут вот такие друзья новости пишите как у вас всем пока